добрый день всем сегодня понедельник дети понедельника сергей канашец и руслан васильев добрый день сегодня как всегда понедельник очень-очень даже особенный во первых у нас первые у программы юбилей 10 10 ура а во-вторых этот понедельник он редчайший точнее единственный в году когда он открывает семидневку на который стартует чемпионат мира по хоккею который станет центральным спортивным событием мая который мы все наверняка с ней с нетерпением ждем но я думаю что сейчас понедельников ждут уже все с нетерпением чтобы посмотреть на нас послушать все последние новости аналитические да но мы приступаем к первой теме вот такая вот заставочка как понятно говорить будем о хоккей а сборной белоруссии о том что братья поэтому вот собственно брат два братья костицыны наверное сейчас основная надежда всей страны да 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 получается так ну конечно в компании с калюжным и тут ну прежде давай все таки вот так какие-то общие положения по тому же было прежде чем он перейти костицы нам к алюжным ну давай давай потому что есть мы сыграли с норвежцами в пятницу и субботу свои 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 последние спай о спарринге и ставим уже точку знаешь есть стихотворение выиграли проиграли знаменитого монгольского поэта я не буду называть его фамилию трудно произносим есть поэты конечно вот и это мой авторский пи пи перевод значит и очень она актуальна именно сегодняшнему дню а сейчас я посмотрю даже у меня тут есть переводик вот он так так когда в календаре апрель то главное не сесть на мель а если дожили до мая работать надо не зевая и это действительно так вот смотри в апреле монгольский поэта это 10 это мой авторский перевод да на на не пушкин ну что как как получилось да апрель это когда действительно кое-кто сел на миль мы поговорим и про отказников и про то как кто-то получил травмы и как вообще было тяжело формировать команду но вот в принципе мы уже добрались до мая и надо играть надо играть и работать 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 рам работать это самое главное пока и из то что приятно было в матчах с на с норвежцами в первом во втором ничего не было приятно ну да ну первый показал что все таки вся эта подготовка на которую мы надеялись и рассчитывали она дает какой-то кое-какой уже результат что индивидуальные калька качество пошли в рост и командные взаимодействия понтихоньку налаживаться от приехал и брат 2 и начались какие-то комбинации какие-то шайбы за стало повеселее скажем да явно и вот это вот товарищеское взаимопонимание кстати вот избегаю сейчас слова слова партнерства ну потому что она сейчас немного дискредитирована тем что она используется и в экономике и в большой политике на этом партнерство анекдот это как стая волков они поймали зайца но голодная стая 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 совсем голодные волки ну один заяц ну не насытишься они думают что с ним делать и за это говорит ну чего вам со мной возиться отпустите меня я вас наведу на отару овец тебе ну давай не заяц честно по и побежал стая стая за ними вывел на отару овец у тебя набросились но под горячую руку с голодухи общем разорвали и зайцы ну и сидят такие неутешные абсолютно то есть вроде бы сыты они удобно неловко как-то затем плохо получилось или давайте ему памятник поставим поставили пирамиду там художник из волков его профи набил это какую надпись зайцу нашему другу какой он друг и потом скажут мы же его сожрали говорит волкин своих друзей едят да зайцу нашему врагу какой же он наш враг он в конце концов и на отару на надел ну подумали подумали и написали зайцу нашему партнеру так вот лучше пускай это будет того товарищеская обстановка в команде во всех игровых моментах выли вылет сборной намечен в острову на 30 апреля и после этого вот этот вон глагол вылетать из слова вообще вылет использовать давай больше не не будем от греха подать это такая тревога на родину они пускай возвращаются в родные пенаты с высоко поднятой головой знаешь уже как настоящий английский классик шелли написал надеется пока надежда не создаст из собственных руин свое отображение ну а теперь о частностях да о частностях вот давай смотри я тебе такую частность на виду мне кажется что подготовка сборной но это и понятно к домашнему чемпионату прошлогоднего проходила как-то более что ли так компактно и все съехались и все бои было обстановка ожидания и все верили в эту команду сейчас такого нету и подавно и но опять многие сильнейшие не приехали мы об этом еще будем говорить да но результаты которые показывает наша команда меня лично очень сильно тревожат прежде всего отсутствием стабильности да это главная проблема в том что во первых а стабильность и и не чтобы это была стабильность позитивного уровня потому что пока много очень намекает на то что мы можем быть стабильными но вы на негативе после 5-1 первого матча с норвежцами но была некая уже уверенность такая да вот 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 она поймали поймали и потом напрасно вот видишь это уже случается же вторую неделю подряд вспомни о реакции люди на их победу в матч первый матч да 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 то же самое доволен а на следующий день и учреждение их от студии я думаю что в процессе подготовки это еще и неплохо действительно в первый матч показал что у нас начало кое-что получаться и ценность двух спаррингов с норвегией не будем же забывать о том что с именно с норвежцами 12 мая мы заканчиваем грунт грунт и возможно это будет самый важный матч на чемпионате да 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 я не думаю что кто-то что-то скрывал потому что или таи какие-то тайны и потому что за при все остальные шесть матчей чемпионата мира все уже раскроются и никаких тайн друг перед другом не не будет и выйдут там если это будет решающий матч там за что-то ну я надеюсь за выход в плей-офф что просто морально валевые качества будут свою решающую и хайл гробовский может подъедет да да так вот и очень полезно оказались тем что было очень много удалений и мы нарепетировались реализации большинства весьма серьезно и понятно уже как льюис пытается строить игру в большинстве причем обратив внимание что у него иной взгляд на игроков чем у хэмлона вот чай вот частность да у хэмлона в бригаде большинства на синей линии вместе с защитником и правда там за счет на другой игра на подачи но кто кастицын младше у льюиса играет вместе с коробовым кастицын старше свои там свою очередь кастицын младше справа колюжный слева а в центре на самый ну ответственные незавидные и незавидная участь это у стася потому что он столб ему все тумаки ему ему все эти толчки да то есть вот выбрали именно стася я от стася кстати за за зависит как он будет перекрывать видимость вратарям как он будет бороться на пятачке зависит очень много вот один нюанс да если приедет гробовский матч айлендер с седьмой с вашингтона состоится грядущей ночи надеемся что последний да точно последний он точно последний он но может быть он последний для островитян и тогда появится я думаю какие-то вай вай варианты что гробовский плее ну хотя это не обязательно с ним же наверняка еще никто не разговаривал потому что как-то это не принято пока и дарана в общем михаил редко отказывается вот он из тех игроков которые как раз таки при малейшем возможности если она есть он приезжает понимаешь ли это сезон сезону розни недавно мы могли быть точно так же бы сказать и о кольцове пожалуй да согласен но это тема отдельно другое дело что гробовский он не наигран и вроде бы он сейчас то есть ему хочется и поиграть наверняка если тут у него все в порядке со 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 здоровьем то я думаю что он при приедет и что делать с бригады большинства да и у меня такая версия что тогда он перейдет ли наш льюис на игру в пять нападающих то есть он откажется от вау и обрати внимание что он уже отказался льюиса будет круто вот одно неизвестно насколько это круто ну вообще это будет здорово посмотреть понимаешь это будет такая интересная авантюра да и при этом что ни один из пяти игроков не сейчас не с гробовским не будет обладать правосторонним хватом то есть у нас нет оказывается то есть льюис отказался использовать насколько я понимаю и усенко в бригаде большинства если это не есть то самое таинственное оружие конторы на всех скрывает но но и усенко мне кажется при всем уважение не совсем тянет на это самое посмотри его же и хэнлон использовал год год назад в бригаде большинства до до того момента как приехал в команду грабаренко кали которого не самого начала чемпионата игра вот поэтому так вон такой вариант был но он от него похоже отказывается он предпочитает левостороннего коробова в связи с этим вот эти все взаим взаимодействия они все иначе делаются во второй бригаде большинства есть и право правда ефименко с правосторонним хватом но там он выполняет свои особенные роли такие очень специфические он не располагается на фланге он и на синей линии и вообще на дальнем пятом точке но обратив мне внимание что в первом матче была серия ситуация когда мы играли 4 против 3 и льюис уже выпустил исключительно чем трех нападающих причем с ефименко двух братьев калька люжного и ефименко на синюю линию в общем здесь вот такие вариантов много и кстати вот приезжает град гробовская куда его ставить личный я был бы в гробовске руслан а куда поставить это уже знаешь но мы-то должны поиграть на эту тему это же горячая тема вот при и куда его поставить я считаю что надо разбивать звено кальюжного с двумя братьями потому что этот вариант они из раза в раз пытаются вместо кого туда гробов как как и гробовского в центр костицын на фланге калюжный на фланге костицын младше то есть то что делал хэнгл да конечно они же сыграны а андрей куда андрей искать звено во втором звене искать сайт там сочетание где 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 бы он был бы лидер потому что мое мнение мне мнение что два брата костицы но андрей то сейчас вообще лидер посмотри по последним матчем то есть значит он в одиночку может потянуть игру целого не потерялся слушай нет ну если я не думаю как раз таки мне 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 кажется что два брата в одной тройке это много ни разу еще этот вариант хотя попыток был он было много их объединить и с тем же калюжным ни разу не сработал и от него отказывались по-моему не на олимпиаде в ангуре но был чемпионат мира когда они приехали по моему в хельсинки не получается у них и матчи с норвегией в равных составах это не показатель там они забили там с контратаки когда калюжно отдал пас но чтобы вот позиционной атаки они вели я этого не вижу я думаю что все таки калюжному будет удобнее на фланге как и весь сезон в динамо это здорово руслан а вот такой вопрос меня терзает скажи большая ли составляющая в этой сборной минского динамо а который вот весь сезон говорила что динамо работает на сборной да вот сейчас уже можно как-то прикидывать пока я еще не знаю то есть мне кажется что вот когда бондит последний отсев а он будет может быть он происходит но я лично уже сейчас не вижу особой там безусловно если учесть что гитаров уже не динамовец да да то есть а он вроде бы как проходит сбор вроде динамо играла хорошо все говорили что вот 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 мы выполняем все задачи сейчас я не вижу в этой сборной вообще какой-то динамо это можно будет я думаю что пальцев одной руки могут хватить для того чтобы пересчитать кто поедет из динамо наверное точно мельчаков наверное отсутствие день иди а денисова освобождает одно место и грабаренко освобождает место но вот даже если вот предположить что и денисов и грабаренко сборные кольцов уже не говоря о платье у гарви тогда то тогда бы динамовцев как год назад бы его вовсе не было прокнула два-три человека их и был бы приятно мы по на эту тему еще поговорим да а сейчас ко второй теме давай прощай я рассчитывал на тебя если меня убьют тот омстит за деду я рассчитывал на тебя сайт ну что вот так вот можно себе на месте товарища сухова представить юиса который с горечью в голосе говорит о том что кольцов просто не хочет быть с нами и мне кажется что вот она скупая мужская слеза бежит помощная скулья льюис он его утирает но можно понять человека да ведь из кольцов и денисов это те кто мог бы стать опорой оплотом вот смотри мы когда сборная приступила к подготовке пошла сразу информация по плату ну мы так достаточно толерантно ну семья ну женится потом вдруг как выяснилось что ну один да один в поле него ну ладно хорошо обойдемся без джеффа войдем в его положение а тут получается что надо входить в положение романа грамбаренко денисова кольцова и не бы непонятно по какой причине потому что это не но не у него ну что значит не хочет то значит есть же мотивация устал устал да допустим устал это тоже наша тема потом да вот и как-то пола получается что слишком многие уже а если завтра простите меня в поход что тоже будут ссылаться на за счастливые какие-то обстоятельства и но вдруг война я даже если не кольцов а грабаренко руководители нью-джерси рекомендуют ему не ездить на чемпионат мира ну он хочет зацепиться там понятно но деликатная ситуация если они тебе еще чего-нибудь порекомендую ты тоже скажешь так точно мои генералы не уже быть ибрагимовичем который может всех послать вообще сгра даренко он еще пока не такой чтоб он мог позволить себе ну чрезмерно так скажем настаивать на собственном мнении на своей позиции но с другой стороны он должен прекрасно осознавать то что один раз поддавшись на давление он станет постоянным объектом этого давления может быть здесь как раз таки нужно было показать свою позицию более крепкую и патриотическую по той простой принти не что ну не получится у него в нхл никто ему не гарантирует нью-джерси о том что вот он не поедет совершенно никто не гарантирует карьера может за океаном вовсе не сложить куда он вернется он вернется на пространство кхл где можно хорошо зала зарабатывать и чувствовать и развиваться неплохой хоккей то впрочем и но вот эти отношения то есть ну как есть народный не плю в колодец да придется написать я не понял я не понимали ли лично и грабаренко ну по поводу наших счастливых событий там и плата и денисова разговор особый ну вот будет счастье вот если тьфу тьфу нет дай боже сбора сборная вдруг раз и потерпит в острове катастрофы и какое и насколько будет совесть спокойно у того же особенно у дениса потому что плата он более далек от нас то есть но и по кольцову про кольцову очень тяжело говорить потому что ну последствия поступка они определяются самим поступком и вот если посмотрите сейчас кто бессирует кольцова есть же и такие кто прямо кричит ему браво это ну как это будем называть вещи своими именами это национал предатель конторы мечтают только о том чтобы сборная все матчи все матчи и вылетел из рима можно войти в положение но все равно тут они желают не удачи команде есть и такие вот и в хорошую компанию хорошие поклонники у кольцова оказывается тогда то есть ему можно только в этом плане посочувствовать таких друзей врагов не надо конечно конечно безусловно это так и ну это очень деликатный то есть главное что он не разъясняет свою позицию то есть как делают например сейчас происходит отбор в канадскую сборную да вот ну вылетают клуб там там и сидней кроссбей величайшая звезда конечно я приеду я сыграю да а другой говорит но публично говорит не извините я не могу под такой-то 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 причем константин никаких заявлений по крайней мере то есть он не не делал возможно сейчас сделать но он уже опоздал то есть пошли заявления тренеров и причем если когда антоненко тоже тоже достаточно но категоричный из-за этой категоричностью скрывается явная боль он говорит о том что его партнер с которым он съел не один пуд соли на тренировках и на площадке он говорит он не хочет к нам присоединиться просто то есть здесь что-то в общем нужно подправить в консерватории согласен но будем надеяться что это не сильно скажется и все будет у нашей сборной хорошо скажется то сильно но надеемся опять-таки что пошелли что все будет хорошо может она и что происходит то и происходит может она и к лучшему да может быть третья тема вот такой смешно я считаю у нас превью да вот в образе медведя мне видится в нашем чемпионате беларуси по футболу футбольный клуб батэ после трех туров я готов сказать что это чемпион знаешь я думаю что если вот сейчас провести опрос до социологический среди болельщиков поставив именно единственный вопрос батэ чемпион думаю процентов 70 уже после трех туров ответит да как у назарбаева 97 процента 2 то есть ну 70 процентов 1 процент 1 процент ответит нет а 29 процентов ответит ну и дурацкий же у вас вопрос я болею за минская динамо да не все было понятно и так и без трех туров что батэ чемпион и но это скорее всего это претензии ван 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 в адрес конкурентов батэ потому что ну если у них шахтеры динамо на старте не просто теряют очки но и разочаровывают по полной про про программе со всех игровых позиций то есть если а если у них весной дважды два равняется не четырем а трём пяти или семи то и в ноябре они цеплят своих по осени не сосчитают потому что нельзя выиграть чемпионат на стартовом отрезке в принципе но можно его проиграть вот это можно делать с успехом а если проигрывать все главные соперники то автоматически бан батэ чемпион вот такая у меня есть параллель я посмотрел интересную информацию в чемпионате алжира все 16 клубов за четыре тура до финиша могут стать чемпионом вот такая разница в очках все 16 клубов не потеряли шанс то стать шансов стать чемпионами у нас ситуация прямо наоборот да кроме батэ все остальные могут вылететь наверно я хорошо не так было но это тоже было бы интересно не а можно задать вопрос а как ты вышел дай до чемпионат алжира а вот была просто информация в интернете я не ну интересно да у нас да у нас все иначе у нас вот хочется и ошибиться выводах да что будет какая-то конкуренция будет борьба за чемпионский титул чтобы не пережевывать уже неоднократно перережевывать потому что ну чемпионство банк батэ это уже как константа до нашего футбольного хозяйства естественно это добивает оскомину хочется каких-то пианины главное но хочется интриги и борьбы прежде не получается закрутки а и а потом еще досадно чтобы этого батэ не надо прилагать никаких сверхусилий вот кажется это делается вот так вот да нет главное что прагматичной модели вполне хватает для для того чтобы разрушить все притязания конкурентов и батэ ведь не радует но не радует но матч с гоменем да в гости к безусловному фавориту чемпион тра-та-та-та-та-та при он приехал клуб который в котором уже игроки могут друг другу рассказывать себе анекдот про рабинович у которого спросили ты же ты женился по любви или по расчетам говорит наверное по любви потому что денег не дали этим тоже денег не платит они за они задумываются о том чтобы провести публичную акцию они же хотели ну чтобы сместить то есть от затянуть начало матча и как играет вот с этим гоммелем батэ первый тайм ну это надо вот чтобы они постоянно такой футбол смотрели сами игроки бантэ во втором тайме идет единство вот это позитивное действие это диагональ младеновича там на дальнюю штангу и то стасеви же не бил по воротам он пытался про прострелить но случился рикошет от все проигравшего вратаря и залетел чужак да или свояк своя свояк да или чужак или чужак не важно слушай ну мусорный гол да вот благодаря там больше везения чем мастерства особенно в заключительной стадии вот благодаря этому они тут же отходят еще глубже в оборону и начинают ловить на эти парадоксальную вещь скажу гомелю как перестали платить они стали играть гораздо лучше и это надо следует задуматься но это недолго я я я тебя уверяю что просто когда есть проблемы с сфинансированием то там бывают всякие во внутренней жизни но подъемы и спады и но спады они более глубокие основательные чем эти короткие под я с тобой согласен ну нужна стабильность в в обеспечении и без нее не нельзя а зрителям хочется футбола что-то сказать о том что батэ его так уж дает дает я не могу но при этом они чемпионы я уже то есть после трех турнов уже я бы если бы букмекерская контора уже бы не принимал ставок это наш футбол это наш батэ это наш чемпионат а мы переходим к четвертой теме я умираю ничего ничего держитесь да вот так но это я к так видео к тому что после очень тоже видео шахтер динамо где можно цитирую это это сказки это прекрасная весенняя погода слухая прохлада первый день первый день когда солнце вышло и дало тепло до такой день это как в той же в пиковой даме в первом акте хор поет наконец-то бог послал нам солнечный день и вот что говорили после матча футболисты я выпишу это комаровский лидер шахтера было очень сложно играть может погода изменилась солнце выглянуло тяжеловато бегалось команда устали к середине второго тайма это еще не лето это весна ему вторит николич какой он там иностранец у нас белорусская как говорит мало фейф погода внесла свои коррективы в игру тяжело бегала хотя поле было в порядке мой бог слушайте но давайте шаманить им обратно халла халла да а там бегалось но там бегалось легкий легкой трусовик бегалось и все равно тяжело я вот есть инсайдерская такая информация да в салилигорске не играл едигорян армянский да да который в прошлом матче в общем неплохо смотрелся да так вот говорят что после прошлого матча с баты ну ему стало плохо то есть тошнило это на этот вот ну то есть человек как человека его характеризует прекрасно потому что он выложился до до конца он сыграл через не могу но какая же его физическая готовность если если при такой нагрузке которым получил матч с он был заменен он не сыгрался 90 минут его пришлось неделю восстанавливать и не восстановить и не восстановить к матчу с салилигорском это вопросы к угрину не к нему кстати множество вопросов потому что иногда он говорит очень странные вещи опять-таки вратарская тема да твоя любимая уже как бы мы сейчас не обойдемся без вратарской ну конечно ну смотри но играл гутер и опять не пропустил спрашивают а потом будет хамутовский спрашивают у угрина ну вот играл вы говорили что хамутовский первый но номера играл сегодня гутер говорит мне не важно там что кто там галгал не говорит но и но вратари дал должны знать кто какой номер кто первый кто никто второй а играть будет тот кого я посадил правильно ты только правильно определи кто первый номер а кто второй номер у тебя гутер два матча ноль голов так кто первый номер то у меня вообще не понятно почему игнатович вдруг не рассматривается первым вторым он в прошлом сезоне прекрасно играл все верно и я не верю что за зиму он разучился в воротах играть ну знаешь у нас тут а по шахтеру что можно сказать а ничего я не хочу говорить по шахтеру ничего честно тебе скажу потому что вот эти вот ноль ноли и вот эти вот игра на домашнем поле мне вообще как-то один удар комаровского кстати комаровскому отдать нужно должно ему при такой жаре при такой не ну понятно что он солнце полило вообще как надо было голову один удар опасный на нанес и тот же гутер понтащил но вообще вот знаешь это белорусский футбол он интересен тем что у нас ведь абсолютно есть путаница в терминологии вот они не обратили ну допустим вот в твоем издании сб беларуси сегодня наконец-то выступил там первый заместитель председателя бфс сергей сафариан прекрасный материал очень информативный особенно если его тщательно анализирует вот смотри он там же апеллирует журналистам он там но это у сергея вагаршаковича тема уже давно так и вот разные но терминологии то что мы нас то что он называет мячом скорее все 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 всего мы бы назвали бы кубиком вот про список сборной но вот когда я узнал о том что белорусской федерации после отставки кондратьева список кандидатов из 20 или 30 фамилий марадон зиков я думаю как есть список значит каждая фамилия проработана с этим мы уже поговорили он хочет о том что это да этому мы звоним тогда то с этим свечами вот это в моем понимании подходящий менталитет у этого такие преимущества это вот такие минусы это давно не работал такие-то это в моем понимании список но сафариан рассказывает что такое список в его интерпретации это какое-то агентство прислала факс с фамилиями своих клиентов но для меня это рекламная рассылка спам но никак не список кандидатов в главные тренинеры сборной беларуси или еще один момент тут вы там в интервью он говорит сафариан том что нет никакого конфликта с капским что может спокойно позвонить и пообщаться еще не хватало чтобы они не могли бы поговорить и пообщаться или чтобы собачились на публике но достаточно вспомнить с какими тирадами она капски уходилась из полкома это были очень резкие и порой обидные для футбольной элиты комментарии и если он не хочет то есть он подсказал так мое время провождения в исполком я считаю зря зряшим бесполезным только теряю это самое время если он туда не возвращается то значит и вот такая позиция сохраняется а это натуральный скандал чтобы не говорил сафса сафариан то есть здесь мы не сходимся но пара журналистов это вообще песня потому что ну когда он как с какими журналистами он общался он уже обиделся что он кому-то давал к не комментарий а ты это делал нет и я нет я ни разу кстати сниму интервью не они работу а сейчас вольница брифинги вот когда мне что в федерации будет проводить еженедельные брифинги честно фантазия может может быть не вон него немного и бурно я сразу при не представил брифинге стоит кафедра да и выходит джен псаки и вот это вот это с моей точки зрения это брифинг ну к 1 и назначается первый брифинг четверки будет в качестве спикера сам сафариан послушайте я для для меня это издевка четверг печатные сми рассказать об этом но понятно что это после кубковых ответных матчей но печатные сми большинство из них только во вторник только во вторник то есть нам эта информация вот как спортивной панораме она ну особо мы не будем знать что с ней делать и зачем такое назначение такие брифинги для чего то есть никто не думает и еще тема какой-то опытный журналист сказ там сказал о том что вся журналистика ее успешность это правило трех с да 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 скандалы сплетни и секс ты сколько про на ты на ну на этой неделе ты еще нагадить не успела она просто ты сколько про скандал и сплетни я не особо писал общем-то сплетни вообще не люблю не да так вот и самое обидное что ведь это это что же ну не знаю кто им кто это конечно всего аналитика и красивая подача а самое главное что ведь в этом ведь заложены тоже издевка это ну как сказать есть классическая мысль элема климова знаменитого великого сами советского кинорежиссера конторы и снимал и фильмы и о спорте кстати кстати а в преддверии дня победы его фильме идеи смотри бы всем бы еще бы и пересмотреть бы обязательно рекомендуем и вот он сказал что для того чтобы реализовать талант надо соблюдать правила трех с смелость свобода и совесть слушай мне это гораздо больше нравится так нет это издевка понятые это издевка над тем что сказал климов понимаешь вот это то что почему этим используется но уже не говоря о том что там тоже была такая мысль что только дураки учатся на своих ошибках я предпочитаю учиться на ошибках других это сказал нише варианте сам фариана только идиоты учиться идет и не чему же учиться не могут и в принципе нужно ну нужно бы ссылаться в и как ну что ж руслан свобода смело и смелость и совесть и мы наверное будем уже прощаться и пожелаем всем вот этих трех с это будет прекрасно и от этого правила мы будем отталкиваться они от того которые советуют другие да до свидания трех с вам с вами были сергей канаж и руслан васильев с самого доброго и и и и и